добрый день дорогие коллеги и друзья рад вас видеть и слышать надеюсь меня тоже вы слышите поздравляю всех с прошедшими праздниками с начала новой весенней эпохи ну а мы продолжим с вами наше общение по интереснейшей теме искусственного интеллекта в прошлый раз были некие замечания и пожелания чтобы мы больше посвятили и вообще заявлен было заявлена была тема наша прежде всего как прикладная в аспекте искусственного интеллекта по отношению к книгам и библиотекам вот но я немножко не оправдал ожидания и перенаправил свою мысль философскую область но здесь я думаю это лучшее что можно от меня получить не следует ожидать как от какого-то айтишника открытий и рассказов о особенностях там достижениях технической подоплеки искусственного интеллекта соответствии с образованием следует ожидать как раз вот этого вида на философскую перспективу что это такое как видеть это вот из глубины философской перспективы и здесь я бы вот согласился с мнением илона маска да что искусственный интеллект наверное сегодня ключевое открытие которое определит содержание последующей эпохи по сути дела это единственная технологическая такая мощная инновация которая способна менять цивилизацию как это делал там двигатель внутреннего сгорания или еще что-то поэтому в первую очередь нам надо задуматься что это такое и этические применения возможности вот тот этап когда как тоже рекомендует илон маск лучше не торопиться делать торопиться подумать что мы делаем и в частности вот одно из выводов а я постарался погрузить искусственный интеллект и вообще рассматривать его не как вот это вот изобретение не как феномен суперкомпьютера на как феномен наши общей цивилизационной информационной среды и соответственно один но сейчас постараюсь кратенько изложить то к чему мы пришли на прошлом занятии один из выводов в том что интеллект вообще это некое новое понятие вот этой самой информационной среды понятие которое раньше философии отождествлялось с мышлением или сознанием и вот в контексте тех философских подходов вообще тех того мышления которые там чуть раньше существовало понять интеллект было невозможно и в сегодня когда мы сознание мышление идентифицируем в первую очередь с понятием и интеллект изменилось и наше понимание того что такое есть сознание мышление и вот эти вот перепады то что мы с вами оказались совсем другом лесу словами данте вот вот это надо учитывать в первую очередь и так кратенько выводы которые были прошлый раз озвучены и дальше я уже постараюсь сегодня именно прикладной аспект развернуть которые вот в плане текстов книг библиотек был бы нам первую очередь интересен в первую очередь что я считаю надо подчеркнуть что понятие искусственный интеллект это некая новая качественная фаза цифровой эволюции которая следует вследствие количественного развития количественного которого может не у не очень предсказывали а может быть и ожидали вот этот вот переход количество качества гегелевский очень здесь наглядно он из происходит поэтому не следует здесь переоценивать вот этот супер компьютер да но следует видеть контекст все этому способствует и вот это вот к фаза искусственного интеллекта она меняет в принципе все в нашем цифровом хозяйстве вот но сути этого количественного перехода в том что объем цифровых данных и быть вычислений стал существенным для всей нашей жизни цивилизации и мы не можем жить по-старому вот в этом объеме да он будет превращаться вообще в новое качество этой цивилизации ну а второй момент на который тоже я обратил внимание собственно с чем связан вообще все их весь хайп вокруг искусственного интеллекта неких новых его способностях но способностях вычислительных технологий связанных с работой нейросетей из новым подходом к работе компьютера до виде этой технологии который совмещает мощь алгоритмических логических операций а мы собственно анализируя вот понятие интеллект и в первую очередь напирали на то что и в контексте философской традиции с рацио связывалась вот исходя еще начиная с аристотеля именно логические операции которые из истины превращают в истину вообще логика это другими словами тавтологии вся наука о логических операциях она учит как от одного содержания через различные мыслительные операции получается другое содержание не теряя как бы истинности поэтому любое логическое заключение это тавтология что было в начале то будет и в конце и это одна линия как раз вот интеллекта который всегда с ним отождествлялась и собственность отождествлялась с возможностями компьютера как вычислительная машина которую может только вот это да и вот то что произошло собственно действительно чудо сенсация и событие фантастическое посредством вот этой технологии нейросетей появилась возможность для компьютера получать внешние эмпирические данные а следовательно работать с и формировать новый опыт то есть то что было невозможно для компьютера получать чувственные данные и образы формировать образы стало возможно да действительно это вот колоссальное такое колоссальное изменение во всем нашем подходе к компьютеру в двадцатом веке вот но тем не менее перед этим несмотря на то что нейросети были изобретены там еще в 50-х годах как модель мы с вами почти забыли об искусственном интеллекте вот только сейчас это как-то там всколыхнулась а все это время и последнее особенно десятилетие шла работа на так называемым слабым искусственным интеллектом а это масса программ инструментах которые просто оптимизируют и автоматизируют нашу работу в своих локальных частях и там собственно никакой не зрел качественный скачок он произошел вот так на глазах ну и а переходя к оценке вот этого вот скачка еще раз акцентирую мой именно взгляд что основные изменения которые происходят и связаны с вот с этим понятием искусственного интеллекта они касаются не компьютера а нас и вообще восприятие той ситуации в которой мы оказались вот а то что вот произошло это прорыв в понятии сильного искусственного интеллекта ну так сказать суперкомпьютера который действительно может очень много и многое лучше и больше чем человек и вот этот вот сильный искусственный интеллект как мы тщательно разобрали в прошлой лекции это имитации модели работы психики который действительно показывает удивительные результаты но тем не менее никогда не достигнет уровня человеческой нервной системы и разума чисто количественно сегодня наши инструменты искусственного интеллекта как я показывал выражаются и охватывают уровень связей нервной системы аналогичной пиявки ну хорошо может немножко к дождевому червяку продвинулись вот но для того чтобы дойти до уровня сложности триллионных связей нервной системы человека ну просто количественно никогда не хватит процессор даже если бы можно было моделировать моделировать и оцифровывать сознание техническим способом вот но дело не в том что сильный искусственный интеллект будет реализован или не будет по-любому он действительно вот этот супер компьютер будет удивительно удивительным образованием и может достигать удивительных вещей вот но дело в том что вместе с ним еще один феномен и некая реальность формируется то что я называю в своей книге вычислительный разум речь о том что формируется новая информационная среда в которой не только компьютер имеет иные возможности и права но и человек занимает в ней совершенно особое место и роль и вот в этой информационной среды происходит некое разделение труда в которой за память интеллектуальной операции будет отвечать компьютер а человек будет играть роль управляющего компьютером или роль кэша который способен соединять одни элементы с другим делать это целое вот об этой конструкции мы еще с вами поговорим но суть в том что в новой среде человек должен быть мыслить также как компьютер для того чтобы компьютер его понимал это два элемента единой системы соответственно он должен работать на том же языке и в том же интерфейсе что и искусственный интеллект поэтому искусственный интеллект это не компьютер это мы первую очередь мы в той же мере носители вот этого искусственного интеллекта что и компьютер вот это важно понимать чтобы мы могли двигаться дальше ну и какие результаты какая новая реальность нас ждет сейчас и в ближайшее время в чем-то уже это все произошло наша коммуникативная среда стала общей вместе с компьютером в чем это выразилось ну первое в новой коммуникации еще одно из достижений последних достижений компьютерных технологий то что новые коммуникативные технологии позволили воспроизводить бытовую повседневную коммуникацию происходящую на основе аудио видеообразов то чего абсолютно не было достижимо в эпоху письменности и материальных носителей сохранение нашего сознания мы могли только записывать тексты все ну соответственно коммуникации как я называю длинную коммуникацию который через поколение передается а вот так вот чтобы на каких-то носителях вот нашу живую речевую коммуникацию передавать это просто было невозможно и немыслимо вот благодаря мессенджеров мессенджерам емейлам вот всем нашим компьютерам теперь это возможно мы именно повседневно общаемся через вот этих технологические посредники и благодаря этому искусственный интеллект может нас понимать вот это первое его достижение это с одной стороны а с другой для себя отметим что процесс долговременной передачи знаний который раньше был безальтернативен для чего требуется письменности книга сегодня теряет значение вторая вторая реальность новая эмпиричность технологии нейросетей научили компьютер воспринимать и чувствовать чего раньше не было и компьютер теперь может формировать сам свой опыт поэтому он может не только слушать нас да в коммуникации повседневной ему есть что сказать чему научить нас то есть он действительно способен выступать как некий такой эквивалент сознания общения коммуникации и мы соответственно с этих пор с искусственным интеллектом общаемся на равных так что это действительно очень серьезные достижения и совершенно новые реальности но важно конечно понимать что так далеко еще не дошло искусственный интеллект не может иметь по существу но может имитировать человеческое сознание и тем что он имитирует это просто очень похоже на то как мыслим мы но это вот совсем не то что происходит когда мы мыслим да это тоже это тоже абсолютно ясно но с другой стороны не кажется вам что в большинстве случаи и мы не мыслим а имитируем мысль большинство из того что с вами происходит это тоже некая имитация мысли так что не нужно здесь себя обманывать но еще один момент который бы я отметил искусственный интеллект не может мыслить сам по себе и для себя самого он не может выступать как таким изолированным и сам по себе субъектом он коммуницирует мыслит творит для нас и в союзе с нами и в этом смысле он является неким отражением нас в нем ну а вторая сторона такая практическая это построение общей ментальной среды вследствие этих изменений и первая такая вещь которая тоже очень принципиально для того чтобы искусственный интеллект мозг мог нас понимать мы должны упроститься вот это я достаточно подробно в прошлый раз показывал наш язык и наши структуры сознания реально сжались для того чтобы мы вот могли соединиться создать эту общую среду и цифровизация о которой мы говорим по сути дела это наше самоупрощение добровольное какие ментальные смещения вследствие этого произойдут в этой новой ноосферной среде разделение труда которым я сказал компьютер и искусственный интеллект соответственно постепенно заполняет пространство оперативной коммуникации и человек отдает все большее зоны ответственности искусственному интеллекту делегирует от себя ну и как в любой такой ситуации с делегированием полномочий власть растет а реальные возможности и способности падают с одной стороны человека вытесняет из зоны знаний все больше он все больше выходит на вот эту вот периферию центра и власти а с другой профессиональной области требует от человека все более высоких интеллектуальных компетенций то есть по-любому человек в такой постановке вопроса должен быть лучше искусственного интеллекта умнее и даже знать больше для того чтобы контролировать вот такое противоречие с одной стороны упрощаемся с другой стороны мы должны быть все более высококонкурентными ну и в этой в этом ландшафте возникает некое новое средневековье когда и машины выступают некими холопами а люди становятся аристократами одни будут воинами а другие будут деградировать в зоны вальяжности и любое увеличение досуга для нас любое освобождение от работы и от полномочий оно всегда будет связано с вальяжностью и некой такой деградацией власть останется у того кто программирует искусственным интеллектом будет ли это все общество или будет это некая каста сейчас много и по сути дела больше всего разговора в связи с искусственным интеллектом об угрозе потери работы да это реальная и самая такая серьезная угроза потому что требуется вот в этом разделении труда постоянная интеллектуальная тренировка соревнований с искусственным интеллектом оно очень непростое если мы проиграли ему в шахматы а уже и в горе и вообще во все все игры которые только можно то еще не факт что мы сможем выиграть в других сферах и постоянно будем выигрывать и кроме вот этого соревнований с искусственным интеллектом давайте подумаем о социальных последствиях ведь это все будет постепенно одни будут справляться получать высокое образование вот занимать это эти места контроля и программирования и а другие будут не справляться и это для человека естественно и получается что социальные классы внедряющие искусственный интеллект будут основными бенефициарами этой инновационной маржи подниматься повышаться а вот те кто не вошел другие социальные классы будут наоборот снижаться деградировать и их положение будет ухудшаться и здесь обращу внимание на книгу реквица которая вышла в нашем издании которая прямо пишет об этих феноменах которые протекают сегодня на наших глазах разделение среднего класса в процветающих обществах таких как американских европейских разделение общества на новый средний это инноваторы которые как раз вот эту интеллектуальную маржу получают и извлекают и старый средний когда большая часть того что мы понимали под средним классом носители старой производительности труда они наоборот уходят в эту нишу более низко стоящую низкооплачиваемую и соответственно более бедную так что вот такие некоторые следствия которые будут происходить в связи с этими технологическими открытиями каких последствий ждать нам книжникам вот ясно что вот все о чем мы говорим это как раз касается информационной сферы и именно сферы в которой мы раньше были вообще властителями дум и вещей искусственный интеллект захватывает тотальный контроль над коммуникацией а чем занимается издательское дело библиотечное дело книга это как раз сфера коммуникации вот так что нас затронет в первую очередь и мы здесь ключевые деятели вот но я тоже кратенько показал какое значение может иметь книга для искусственного интеллекта не более как носитель памяти и опыта человечества который он просто съест в себя и этим воспользуется книга и библиотека войдут в память опыт искусственного интеллекта как оцифрованная база данных вот то есть как некий ресурс как некое сырье что будет с форматом бумажной книги да чем в этом контексте какое он приобретет значение в первую очередь интерфейс для эмоционального интеллекта интерфейс для общения машины с человеком и конечно останется в первую очередь там где от книги надо получать интеллектуальное удовольствие в частности сфера медленного чтения но об этом мы еще тоже этого коснемся вот функция книги знаний которые всегда она с собой несла прежде всего в плане учебника монографии она останется как форма мега мега нарратива вот этого самого долгого чтения вот но конечно будет перейдет тоже скорее на периферию из центра функция интеллектуального отдыха да это еще одна вот функция которая примет на себя книга интеллектуального отдыха от этой всей технологической цивилизации некого монастыря кому это все надоест кто устанет он может уходить в этот монастырь книги и книга станет символом человечности вот в противовес этой техничности которая в которой живет вычислительный разум и в частности думаю что борцы с искусственным интеллектом они уже у нас плодятся в больших количествах они будут бойкотировать искусственный интеллект с помощью книги и такие романы как Оруэлл 1984 или Фаренгейт это уже некий такой набросок вот этой новой реальности вот но в сухом остатке наше резюме книга в новой среде это нишевый интеллектуальный продукт и нужно эти ниши искать и за них бороться просто так сами по себе они не останутся в нашей жизни и вот какая вообще линия переднего информационного фронта кто будет внедрять и бороться за и с технологиями искусственного интеллекта но я думаю что нам как работникам информационной сферы стоит в нее включиться но вообще вот этот вот перевод информационной работы из прежней информационной структуры в новую инфраструктуру то есть линия переднего фронта работы будет касаться нескольких процессов и нескольких категорий людей ну первое тех кто переводит старые информационные форумы процессы в новые ну и конечно же это будут те кто оцифровывает данные цифровые библиотеки те кто автоматизирует процессы переводит это все новое новом ключе например поисковики да что они делают производят навигацию по уже сегодня существующей информации делает это быстро оцифровывает или там платформы поиска работы существовала такая форма да сейчас она происходит на платформах очень удобно база данных того что раньше было в форме каких-то газет там где еще объявления висели или например сайты знакомств тоже платформы полностью переменили вот этот старый старый процесс в общем много таких вот традиционных форм переходит сегодня на платформы второй вторая сфера вот этого вот перехода и там где требуется изобретение искусственного интеллекта те кто формирует новые информационные потребности услуги которых как раз раньше не было но возникает это очень интересно ну например сервисы геолокации насколько удобно это полностью меняет традиционные модели бизнеса мы все видим сервисы заказа доставки ну и в нашей среде например антиплагиат поиск оригинальной информации для избежания злоупотребления переписывания раньше не нужно было вот это совершенно новая такая опция функция очень нужная третья категория это те кто создают новые информационные каналы и языки коммуникации например мессенджеры не было раньше сейчас есть и там как раз очень много можно этих инструментов и применить новые медиасреды новые экосистемы в которых все возьмем фотобанки вот здесь вот можно действительно очень много достичь работой с данными ну и последние категории вообще те кто создает новые парадигмы восприятия вот это зачастую такой самый фундаментальный самый незаметный для нас но она как раз и меняет нашу ментальность вот например даже возьмем сериалы их еще там 20 лет назад и не было и что они производят в нашей ментальности они формируют матрицу серийного художественного восприятия где мы движемся там по лесенке от одного к другому и вот эти матричные структуры они охватывают все больше и больше они очень созвучны вот этой нашей новой цифровой среде ну а в нашей работе вот эти новые парадигмы восприятия например скопус в рейтинги научной публикационной активности результативности которые как мы видели вообще перестроили университетскую жизнь задачи критерии деятельности колоссальные да были изменения или примеры вот этого парадигма восприятия соцсети там всякий тик ток вот формула залипания в сети модусы потребления развлекательной информации просто как наркоман листаешь листаешь там очень простые формы ролики там не больше тридцати секунд но это вот просто покоряет пообщая сознание да сознание не может от этого защититься но тем не менее это придумали и это как раз вот очень хорошо ложится на модели искусственного интеллекта вот в общем вот это вот я считаю фронт и работа то что не везде копать яму мы и без искусственного интеллекта будем или там готовить пищу хотя везде он где-то залезет рядом вот тем не менее все это касается именно нас то что созданием новой цифровой среды в принципе занимаются не книжники но мы можем войти в этот инновационный класс если будем заниматься информацией если будем вот восприимчиво и модернизировать свои рабочие места а не просто перейти на организацию клубной деятельности и там всяких форм обучения так что вот подвел так итоги того обобщил то что мы говорили в прошлый раз и давайте попробуем теперь вникнуть а как мы инструменты искусственного интеллекта можем внедрить в нашу деятельность и что будет здесь происходить в ближайшее время вот то есть учим искусственный интеллект пользоваться библиотекой и учим библиотекарей пользоваться искусственным интеллектом вот важно как я сказал что и книга и библиотека должны стать частью новой ментальной конструкции они должны стать опытом искусственного интеллекта но это еще надо реализовать и дальше хотел бы описать ну я сказал что не во всех сферах искусственный интеллект нейросети могут найти применение а в каких давайте вот это с вами перечислим и там будет понятно где это более релевантно для нас первую очередь наибольшее достижение происходит в области распознавания образов вот этой чувственности и возможности сравнения искусственный интеллект научился получать чувственные данные и обрабатывать их да это первый тезис и поскольку мы работаем с текстами то эффекты которые ну интересны для нас это прежде всего распознавание текстов и дальнейшей их модуляции этой модификации этой работы пока хотя большие достижения здесь конечно зафиксированы но далеко так сказать до до конца туннель еще очень далеко и в распознавании образов еще очень интересные процессы которые следует еще только реализовать это трансформации контента из одного языка в другой из одного вида и формата в другие все это можно делать автоматически и все это как раз вот сфера этих технологий например речевой синтез текстов или машинный перевод да это вот как раз это применение вторая область которая как раз нам очень интересна это разметка данных группировка категоризация вообще работа с языком до сих пор все это делал человек да скажем каталогизация библиотеки сейчас это постепенно перенимает искусственный интеллект что здесь здесь как раз внутренняя такая работа происходит подготовка от количественных к качественным изменениям создание лингвистических корпусов которые как раз одно из ядро искусственного интеллекта вычленение ключевых слов вообще структурирование текстов тоже очень интересный фронт работ каталогизация массивов данных и библиотек которая уже должна машинным способом происходить а не человеческим следующая большая область бигдата и работа с ними сбор и обработка разных данных поиск закономерности с ней вот эта сфера в первую очередь применяется интересно для маркетинга для работы с покупательными способностями интересами для работы с людьми но прежде всего это область умного поиска такого поведенческого который все учитывает область рекомендательных сервисов это различные группирования по интересам персонализация сервисов вот в этом направлении ведется сейчас огромная работа вот это вот все такие внутренние аспекты применения технологии нейросетей в нашей области и отдельную я аспект применения искусственного интеллекта я выделю как экспертные системы да это особая область и она для нас ключевая по сути дела современная библиотека это экспертная система как раз помогающая воспользоваться массивом знаний книг для получения нужной информации именно при оцифровке библиотеки и возникает формируется экспертная система что здесь происходит это формирование структурированных текстовых баз данных не просто массива а вот именно внутренне структурированных это умный персонализированный поиск информации под ним поиск книги поиск темы это синтез интеграции разных служб которые происходят в экспертной системы это консультирование быстрое информирование рекомендации это конечно автоматизации процесса обслуживания читателей вот то есть экспертной системы это конечно умные в первую очередь умные информационные системы вот к созданию их и над созданием таких систем нам и нужно будет потрудиться ну и наконец среди таких вот опций искусственного интеллекта конечно нельзя пройти мимо творческой генерации текстов вот здесь вот восторг восторги наиболее высоки создание стихов там статей всего прочего в нашей сфере тоже есть применение важное скажем аннотирование библиография может перейти под эту функцию ну и вот то что уже тоже пошло создание обложек сайтов дизайны и так далее вот в том или ином виде воспользуемся и этим ну что ж давайте теперь проанализируем значит что такое библиотека как экспертная система что нам надо делать как внедрять искусственный интеллект ну как я уже сказал экспертная система это система собирающая данные и опыт правила обработки информации и нормы и способные выдавать результат основанный на специализированных знаний то есть результат который раньше мог выдавать только эксперт по итогам всего своего обучения и опыта ну а сегодня экспертная вычислительная система способна выдавать аналогичный результат заменяет человека ну и мы знаем что в принципе в библиотеке много где можно заменить такого человека и в целом наверное вот если мы там перепрыгнем через десятилетия два уже легко можем представить себе библиотека как информационный массив в которой все уже делается автоматизировано и все будет основано на вычислительных технологиях технологиях искусственного интеллекта как нам трансформировать библиотеку и двигаться к этой цели результат здесь разный в зависимости от того как мы понимаем библиотеку и вот здесь вот два пути я выделю каждый очень сильно отличается друг от друга если мы понимаем ее как информационный массив чисто для получения нужной информации это одно направление деятельности если же мы понимаем это прежде всего как место для чтения интеллектуального удовольствия человека то это другое направление деятельности и чем они отличаются давайте проанализируем в принципе придется делать и то и другое как и сегодня совмещать оцифровка книжного массива ну это задача в принципе понятна она давно перед нами сформулирована и заметьте ну минимум два-три десятилетия да заметьте как мало мы продвинулись да что-то там уже оцифровано национальная электронная библиотека но вы посмотрите это все до сих пор какие-то там массивы сканы слабо распознанных плохо библиографически отработанных дублирующихся то есть мы на первой стадии первой стадии оцифровка части книг ну вспомним что самый мощный здесь проект был google books наделал много шуму но в принципе тоже где-то на полпути так вот ну не то что иссох но стал таким рядовым явлением google books и сегодня существует там есть книги но никакой феерии а вот вторая стадия интереснее это лингвистическая структурная разметка книг на основе и параллельно которой происходит филологические исследования поиск связи соответствия дублирования информации это уже превращение информационного массива из вот этих складок книжек пусть и отсканированных действительно единую информационную систему которая понимает внутри себя где что лежит что где означает где такие концепции где такие трактовки там какие-то внутренний сбор информации да сегодня исследователь должен прочесать архивы вот это вот система с искусственным интеллектом она внутри этого цифрового архива сама соберет ответы на вопросы какие там версии гибели александра македонского или там пожара александрийской библиотеки или там все что угодно вот вот это очень интересно сегодня это только начинается как раз чат gpt это вот один из таких феноменов которые это начали делать но мы имеем уже такие сервисы discovery сервисы например тоже в рамках этого тот же антиплагиат который превращает этот информационный массив в нечто внутреннее структурированное ну и так далее ну и третья стадия когда вот эта работа будет сделана может она и быстро пройдет это ранжирование информации информационная навигация которая происходит исходя из целей которые поставлены задач персонализации ценности информации то есть которая уже может информация очень искусно свободно располагать вот она конечно возможно только после второй стадии но уже сейчас как бы ручным методом можно сказать есть проекты которые это делают те же скопус web of science вот они это делали еще в эпоху когда информация была только в журналах напечатанных вот так что вот эти вот задачи нужно решать в рамках превращения библиотеки в цифровую библиотеку и возможно вот в рамках этого не потребуется действительно какие-то городские отдельные локальные библиотеки вот будет научная национальная электронная библиотека и за информацией достаточно обращаться сразу туда где бы ты ни был вот этот идеал мы уже давно в принципе обрисовали тут повторяться нечего но бумажная книга и как я сказал интеллектуальное удовольствие будет всегда оставаться с нами как некая наша человечность и поэтому библиотеки должны и здесь все все привести в соответствие то есть это сфера обслуживания библиотеки бумажных книг и здесь тоже очень много места для использования новых технологий ну как я сказал то есть библиотеки библиотека как место интеллектуального досуга различных игровых форм здесь надо внедрять интерактивы формы досуга образовательной деятельности ну и связанные с ней там совершенно отдельно самостоятельная работа чтобы это было удобно и комфортно то есть прежде всего автоматизация в частности автоматизация и библиотечных информационных систем автоматизация процессов работы в библиотеке автоматизированной библиотечной линии которые вот берут книги с хранилища и доставляют прямо для до читателя в общем все это интересно красиво смотрится удобно ну и обеспечивает всю эту линейку от заказа литературу до ее получения все это тоже нужно соответственно навигации по информации что бы происходило в библиотеке то есть работа вот этих рекомендательных сервисов поиск информации вся работа которая требуется до получения книги с книгой работа с интернет тоже отдельная функция библиотеки в этом концепте уже сегодня многие библиотеки начинают помогать и обслуживают ресурсы открытого доступа это вообще мне кажется очень важный такой перелом если раньше все что услуга библиотеки было связано с тем что она предоставляет свободную бесплатный пользователь то что она купила на рынке платно да вот сегодня уже работа с интернет с ресурсами открытого доступа это совсем другой концепт когда помощь происходит в помощь навигации в бесплатных ресурсах вот ну и наконец тоже в нашей библиотеке будущего мы вполне видим место для некого там искусственного интеллекта как консультанта и как самого библиотекаря да и чат gpt это по сути дела уже олицетворение такого библиотекаря который и проконсультирует и найдет что почитать порекомендует и в принципе обслужит все любые запросы это кстати не так далеко как это может быть казалось вот так что работа искусственного интеллекта в библиотеке не початый край и касательно оцифровки самих книг и касательно работы с читателями вот и будем надеяться что эта работа будет происходить а вот как использовать искусственный интеллект в работе с книгой что делать издателю вот здесь тоже совершенно особая сфера применения если библиотека работает с читателем да и отсюда все ее применения и то издатель работает с книгой и здесь как раз мы ближе подходим с к вот это внутренней информационной работы с текстом но никто не отменял и вот эту внешнюю производственную индустриальную работу которая должна быть автоматизирована и вот уже сегодня скажем благодаря технологиям происходит снижение себестоимости подготовки книги да корректура верстка недалек тот час когда это сможет делать искусственный интеллект проверять все ошибки очень близкая задача на сегодня хотя она сложнейшая и вот уже сегодня мы видим движение в сторону авторской редакции книги когда редактор вообще не включается в нее а мы получаем достойный на выходе результат это вот сервисы автоподготовки книги там ридера и так далее вот когда автору по сути дела нужен будет не редактор а программа искусственного интеллекта второе направление работы организации труда в издательстве тоже для повышения производительность труда это и и конвейер от приема рукописи до выхода книги на рынок вывода книги на рынок тоже большая область работы мы мы например активно проводим вот ну и третий сегмент работа с автором тоже важны автоматизация простота опять же где автор уже не надо приходить в издательство а где он может на платформе решить все задачи получать потом отчеты выплаты и быть полностью удовлетворенным вот мы например тоже такой формируем автоматизированный личный кабинет автором так что вот это вот первая область касающаяся подготовки книги как товара вторая трансформация интерактивный контент это когда книга это уже не просто вот текст да а когда книга это гипертекст трансформация из текста в гипертекст то есть прибавление различных мультимедиа интерактивов обогащение текста делает его интересно электроны книги и так далее вся эта вот история потом очень интересный процесс который тот только сейчас набирает обороты вообще перевод различных форматов книг перевод бумажной книги в аудио книги в электронной книги и прежде всего по технологии он демант захотел получил да раньше это была сугубо ручная непростая работа но мы верим что искусственник интеллекта это сможет в обозримый срок ну и наконец третья область для издателя она уже касается внешних коммуникаций маркетингового продвижения и продажи книги очень большая область и она затрагивает вообще общую мед 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 среду в которой будут интегрироваться переливаться пульсировать книги это цифровые библиотеки сервисы продаж маркетплейсы все это автоматизируется все это вот обрастает сервисами искусственного интеллекта и всякой там персонализации так будет дальше и соответственно поскольку все равно будут присутствовать товарные потоки транзакции всякие договорные взаимоотношения это будет происходить ускорение логистики транзакции рекламы развитие рекомендательных сервисов ну вот скажу например насколько мы далеки еще от этого если мы хотим получить книгу которая сегодня не в рынке то мы практически не можем этого сделать существует автор у которого авторские права к нему нужно как-то его найти выйти договориться вот это вот процедура очень дорогая ну это и есть создание книги и в принципе легко представить в будущей информационной среде что это проблема решается быстро нашли автора сразу автоматом все договорились выплатили и пошло поехало вот в общем сфер применения искусства интеллекта очень много для издателей для работы с текстом пожалуйста работайте и уже работаем и здесь уже я на правах личного опыта и того что мы не впустую я вот это все рассказываю на основе повседневного труда наши разработки причем далеко не все из них то что сегодня вы можете увидеть может быть там еще не до конца внедрен и такой искусственный интеллект который там не вызывает феерических восторгов но это уже работающий инструмент например интеллектуальная система книгообеспеченности что она делает это прежде всего для вуза для библиотеки вычислительная система собирает данные о вхождении книг в рабочие программы дисциплин разных вузов и формирует некие рекомендательные рпд по дисциплинам собирает некие лучшие книги по данной тематике данной дисциплине вот вузам как вы знаете это очень нужно именно комплексное такое закрытие их информационных потребностей рейтинг авторов здесь более понятно вычислительная система собирает данные об авторах их цитируемость статус коммерческую востребованность и выдает рекомендацию по изданию книг то есть совместно с экспертом принимается решение брать такую книгу в печать не брать такую ну и вообще вот этот рейтинг авторов показывает их ценности значимости и эту информацию очень непросто вот так интуитивно экспертно собрать и оценить еще еще один сервис мои научные интересы это система для читателей в нашей ЭБС которая определяет по интересам читателя какие книги разделы книг новинки подходит и подходит для него наилучшим образом что почитать в данной сфере следующий сервис искусственный интеллект читает книги так он у нас называется это такая программа которая подготавливает тексты книг для озвучивания речевым синтезатором для исключения ошибок чтения вот если сегодня дать синтезатору просто прочитать то ваш слух конечно будут коробить его постоянные ошибки вот мы работаем над тем чтобы исключить эти ошибки благодаря этому предоставим весь учебный корпус в аудио формате аналитик чтения еще один наш программный инновационный комплекс когда вычислительная система оценивает текст по уровню читательской сложности и рекомендует тексты для чтения конкретным ученикам в соответствии с их уровнем чтения развития читательских навыков вот тоже очень непростая внутри программная система еще один инновационный проект Нестериана историко-патриотическая библиотека и ее карты интеллектуальных связей и вот в этой библиотеке которая собирает исторические прежде всего тексты вычислительная система находит и генерирует ссылки по упоминаниям имен мест событий и указывает на связанные с этими именами событиями другие рекомендованные книги вот тоже такая информационная система своего рода справочная на основе книжного массива вот вот такие вот интересные проекты это вот именно в виде проектов помимо этого мы ведем работу то что я вам сказал по выстраиванию конвейеров работы с книгами сервисов он-демант и так далее вот в общем думаю что не только мы а все кто работает с цифровой книгой вот ищет примерно в этом ключе ну что ж ну и в заключении ну мы так уже прошли спектр того чем заниматься и где это все может быть применимо а в заключении я бы хотел уже немножко вглубь вникнуть в некие аспекты работы с текстом где как раз будет происходить вот такой ключевые инновации и эффекты где действительно искусственный интеллект нужен в первую очередь в первую очередь поиск информации это базовая функция связанная с библиотеками и с текстовыми массивами и с удобством работы с ними вот такой феномен электронные библиотечные системы цифровые библиотеки конечно поиск в них занимает центральное место и мы там понимая это строили и с самого начала расширенный поиск поиск полнотекстовый да только он действительно превращает массив информации в некое единое целое вот но к нашему удивлению вот использование полнотекстового поиска очень невысоко по статистике и более того существует ЭБС на рынке у которых вообще нет функции полнотекстового поиска то есть они также как АБИС просто позволяет искать по названию и все ну и в принципе раз людей это устраивает так что видите искусственный интеллект это не обязательно то что мы очень ждем и хотим он может чудеса но может они нам и не нужны будут но опять таки я акцентирую на том что вот такой новый поиск который откроет нам искусственный интеллект он вообще изменит понятие информации ну и почему это нужно потому что сегодня как я сказал то как собрана информация в библиотеках ну это некий полуфабрикат информационный да в нем информация информация многократно дуплицируется и поиск не помогает это решить дальше чем больше информации то есть чем больше библиотеки тем сложнее найти то что нужно вот и то как происходит сегодня согласно современным технологиям поиск по полям базы данных да он не справляется вводишь слово получаешь там пятьсот выходов да на это слово ищешь книгу по отдельному слову ты ее не можешь просто найти упомянул слово не в том падеже каком-то опять там ничего не нашел вот это разумеется все совершенствует но пока это так скажем очень все примитивно даже в самых таких развитых системах но вот к сожалению аналога google и яндекс уже с умным поиском цифровых библиотеках пока не найти вот так что трудность полнотекстового поиска и трудность тематического поиска вот она уже вообще не доступна для цифровых библиотек по-настоящему потому что она как раз предполагает логический анализ текста тематический поиск но обычно так и происходит поиск какой-то информации поиск рождается из некой потребности человека он ищет не слово а ответ на вопрос и система должна ухватить вот эту идею который он пришел да с кучей всего что вот вокруг этой идеи наслаивается когда где что его интересует да у нас синонимы если начнешь искать чтобы вот отфильтровать этот шлак в поисковой системе очень сложно да а тут тематический поиск предполагает вообще понимание контекста в том числе ну вот и на сегодня даже вот эта невозможность такого умного поиска это понятие гуглить да что такое гуглить это просто просматривать что подойдет откидывая в сторону и хотя есть такая функция которая когда гугл рекомендует то что ему кажется лучше всего больше всего подходит но она далека от совершенства вот в общем искусственный интеллект то есть и поисковик он учится находить то что приближает к релевантному результату он уже учитывает контекст который интересен исходит из полипараметральных запросов которые вот скрыты в каждом нашем живом запросе как само собой разумеющиеся да включает поведенческие факторы индивидуальные следы собирает профессиональные досуговые интересы то есть очень много пересекающихся таких осей по которому он начинает работать и в этом случае он действительно тогда предоставляет какую-то релевантную информацию и собственно вот одна из функций и эффект чат GPT это вот этот умный поиск он впервые сам ищет место человека он способен раскрыть вот эту логическую структуру сформулировать идею и по сути дела он же просто осуществляет данный момент поиск по своему информационному массиву и на основе этого поиска формирует ответ вот но тем не менее остается вопрос а что же тогда будет делать человек если даже поиск будет происходить вместо него из-за него ну и в частности вот вы знаете Google и DeepMind после открытия публикации чат GPT от OpenAI они там очень сильно встрепенулись и восприняли вот такой и и как угрозу именно как поисковику как своему бизнесу двигаемся дальше а сейчас немножко коснемся того а что вот не сможет машина да и какие когнитивные аспекты вот в этом разделении труда останутся за человеком начнем с понимания это как раз то понимание в котором искусственный интеллект пинают и один из самых известных и там изначальных здесь авторитетов Джордж Сёрл философ который и вот в споре об искусственном интеллекте утверждал что машина неспособна и никогда не сможет понимать она может эту информацию перетаскивать из пустоя в порожнее но никогда не будет понимать потому что ей не свойственно и недостижим интеллектуальный охват картины в целом действительно мы с вами раз разложили нейросети как технологии она способна формировать образы группировать их но но она не способна дать вот этот интеллектуальный охват картины в целом трансцендентальная а перцепция по иммунуилу канту соответственно и и не умеет понимать и это для нас может стать хорошая новость вторая ключевая когнитивная функция память что такое память это следы прошедших мыслей прошедших когда-то у нас там по нашим синапсисам но как говорят мудрые мыслить это значит забывать а вот и не умеет забывать поэтому память есть мы прекрасно знаем отлично это он все сохраняет а вот забывать он не умеет поэтому это не та память о которой которая нужна человеку и третий вот очень важный момент мышления это присвоение ценности это не просто предметное восприятие да это присвоение ценности то о чем говорили неокантианцы что мы разбирали тоже с вами хорошо или плохо это такой такой ценности или другой это красное или белое то есть искусственный интеллект даже не умеет оценивать и относить к ценности фундаментальная интеллектуальная способность сознания и работает с предметными знаками первого уровня предметными знаками которые указывают на нечто да и он не умеет работать знаками знаков знаками второго уровня мета знаками а это и есть понятие добра и зла истинные лжи то есть и в этом плане вообще не умеет абстрагировать переходить на другие уровни мышления и не знает различий добра и зла и это опять таки хорошая новость для нас как вы знаете адам как раз и получил эту способность развлечения добра и зла и стал таким как боги так что вот из таких перечисленных ключевых когнитивных способностей получается что и и это прежде всего продолжение усиление человеческой памяти и в этой конечно его базовой функции он нам и может послужить он нам и интересен то есть машинный интеллект собирает информацию выполняя функции коллективной памяти делает это хорошо и мы это берем а человек делегируя функции памяти машине оставляет себе функции оперативного обращения памяти поиска да и это система обещает хорошо работать и вот это то о чем я говорил определяя что человек это некий кэш в этой системе что такое кэш кэш это быстрая память это базовые знания о том как и где найти искомую информацию и вот это собственно нужно сейчас каждому из нас когда мы имеем вокруг себя столько компьютеров и искусственный интеллект как вот единую информационную среду вот я специально вот эту схему работы памяти и кэша здесь изобразил вот чтобы вы видели по сути дела магнитный носитель да это память компьютера и на ней забыл как называется ну как по сути дела на грамм пластинки этот вот указатель который быстро двигается по этому диску и находит то место которое нужно вот он это по сути дела человек он должен очень быстро находить нужное место а вот сама система да процессор который работает вот кэш память кэш контроллер и оперативная память оперативная память ну по сути дела вся вся память это и как раз то для чего мы с вами применим искусственный интеллект а кэш функция это вот наша функция для того чтобы пользоваться вот этой большой огромной бесконечной памятью значит кое-что самое важное мы должны держать в себе и знать и помнить это но самое главное что мы должны разбираться во всем да и очень быстро найти в этом огромном бесконечном массиве то что нам нужно вот так работает информационная система по которой по образцу которой мы себя формируем память ну и последняя опция которая нам нас касается это рекомендательный сервис по сути дела это тоже функция поиска и поиск вот такого не четкого поиска да когда ищут не то что уже знают какую книгу а еще то что не знает то есть и ищет по тематике по структуре по потребности жанру формату и конечно просто так ты сам не найдешь искусственный интеллект это сможет если он раскроет структуру литературного произведения и вычленит эти элементы и тогда он действительно может очень много похожего найти то что может быть интересно и конечно вот это рекомендательные сервисы рекомендательные функции это одна из очень нужных вещей именно в библиотеке именно для работы и что вот здесь важно при том что важна вот эта возможность способности искусственного интеллекта внутреннюю структуру текста и разобрать внутреннюю структуру языка и здесь пожалуй одно из таких важных наших открытий которые как раз произвело сенсацию чата GPT ему скормили данные в принципе раньше это тоже происходили но раньше не происходило вот той интегрированной обработки вот этих данных и в чем они заключались модели чата GPT учили прежде всего на овладение языком овладение внутренней раскрытии внутренней структуры языка и вот одно из неожиданных следствий которые разработчики сами не ожидали то что чат GPT до того как его начали учить например математики он научился самостоятельно всем базовым математическим знаниям алгебра алифметика он научился сам другим иностранным языкам его никто не учил переводить с одного языка на другим но используя вот эту форму языка он эти соответствия выстроил сам то есть он научился самостоятельно достраивать то где у него отсутствовала информация но он за счет получения вычленения структурной информации способен достраивать вот эти вот белые поля и ниши почему это удалось и здесь вот секрет в самом языке язык как смысловая грамматическая и рациональная связанная структура она себе скрывает смысл структуру мира и в частности математика она спрятана в языке и в данном случае компьютер просто ее извлек язык это рацию то которое определяет то как мы понимаем мир что такое мир границы мира и вот то известное пророчество Виттгенштейна о том что язык это границы мира оно здесь сбывается уже де-факто раскрывая внутреннюю структуру языка искусственный интеллект способен извлекать его смысловые структуры и тематики и жанры и идеи и в зависимости от того какая задача ему будет поставлена он ее в том или ином виде сможет решать и собственно об этом говорили и пост структуралисты в лице Ролана Барта когда он говорил о смерти автора и утверждал произведение создает не автор а язык вот это тот случай когда здесь опять-таки налицо именно такой вот ход предсказанных соотношений вещей и вот на том что искусственный интеллект сегодня овладел языком на это указывает сегодняшние эксперты по искусственному интеллекту в частности одно из нашумевших таких взовов взыванием к современности Юваль Харари он кстати очень хорошо сформулировал вот эту вещь и проблему язык это операционная система человеческой культуры из языка возникают миф и закон боги и деньги искусство и наука дружба и нации даже компьютерный код владение языком искусственного интеллекта означает искусственным интеллектом означает что теперь он может взламывать и манипулировать операционной системой цивилизации овладев языком искусственный интеллект захватывает главный ключ к управлению нашей цивилизации просто овладев языком и будет иметь все что ему нужно чтобы содержать нас в мире иллюзий подобным матрице вот такое предостережение грозное громкое и оно действительно касается сути вещей на сегодня основное изобретение это то что чат gpt именно сумел вскрыть и воспользоваться структурой человеческого языка какие следствия из этого будут нам ждать но это вопрос времени сами разработчики open i уже заявили что по сути дела границы модели на этом исчерпаны каких-то вот других чудес ожидать вряд ли стоит будут дальнейшие поиски дальнейшие изобретения и конечно же дальнейшие угрозы но этическое рассмотрение не входило в наши задачи наши лекции это возможно еще предмет других наших встреч ну а я на этом собственно хотел и поставить многоточие да все происходит на наших глазах и мы с вами как раз те которые этим всем занимаемся так что вот благодарю за внимание прошу любить и жаловать вот кому интересно может воспользоваться и какие-то из этих из моих идей почитать в книжке информационные ландшафты цифровой цивилизации ну и будем дальше с вами встречаться если вам это интересно большое спасибо так ну и посмотрим вопросики если есть так вебинары ну получается что комментариев не было окей ну что ж коллеги если нет вопросов то спасибо за внимание всего доброго всем хорошего дня